Герои среди нас. Они живут, служат, трудятся, являя собой образец для подрастающего поколения. А еще личным примером подтверждают. Героями не рождаются, а становятся. С 2007 года в России отмечают День Героев Отечества. Предтечей этого дня был существовавший в дореволюционной России праздник День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата теперь закреплена и за Днем Героев Отечества, которые, несомненно, достойны иметь свой праздник. По уже сложившейся традиции поздравили их в администрации района. Я очень благодарен тому, что вы приезжаете к нам в район. Вы, конечно же, находите время в своем плотном графике для того, чтобы не только увидеть район и изменения, которые в нем происходят, а в первую очередь своим примером, своим пассионарным поступком, который вы совершили в свое время этой своей жизнью, заслужив высокие звания, показать нашему подрастающему поколению, как надо жить, как надо работать, как надо отдаваться нашему любимому делу – служению Отечеству. Организация «Трудовая доблесть», объединяющая героев, кавалеров государственных наград, лауреатов государственных премий, вот уже не первый год проводит данное мероприятие. По традиции делегация посещает военные мемориалы, проводит беседу с учениками школ. На этот раз посетили учебное заведение и в городском поселении Монина. Мы проводим много встреч со школьниками, студентами вузов, воинами российской армии, говорим о значимости труда, умении качественно работать, проводим конкурсы мастерства. Вот мы дружим с техникумом в ХИМКО, который готовит специалистов рабочих профессий. Мы ежегодно вручаем пять денежных премий, а это с наших взносов и пять дипломов нашей организации. Так что работа большая проводится на благо Московской области. Ваша земля богата героями, и мы решили ежегодно в начале декабря отмечать День Героев Отечества в Шелковском районе. Сегодня в организации состоят 179 человек, среди них Герои соцтруда, авиации и других отраслей. В числе приглашенных Владимир Ярыгин, дважды Герой социалистического труда. На электростальском заводе тяжелого машиностроения работал с 1952 года, одновременно закончил ремесленное училище и техникум. Окончил Тамбовский политехнический институт за успешное выполнение пятилетнего плана дважды. В 1976 и 1985 годах Владимир Михайлович был удостоен почетного звания Герой социалистического труда. За самоотверженный труд и досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки в 1971-м награжден Орденом Ленина. Удостоен заводского звания Мастер Золотые руки, почетный работник Министерства тяжелого и транспортного машиностроения. С первых лет работы он показал выдающиеся результаты по мастерству токарного дела. Семь раз становился победителем заводских и всесоюзных соревнований по изготовлению особо точных деталей. Впоследствии он и его бригада работала с личным знаком ОТК, выпуская продукцию исключительно высшего качества. Владимир Михайлович говорит, работа и труд – это дело почетное, но, к сожалению, сегодня прикладные профессии не в почете, а жаль. Вот у нас на заводе раньше работало 14,5 тысяч, сейчас осталось всего 1200. Ну, я думаю, наш народ крепкий, если создать условия хорошие, ничего, выучим и будут дышать героями. Будут, а как же иначе, ведь когда перед глазами такие примеры, невозможно не осознавать и не понимать, что будущее страны в потенциале, заложенном в ее истории, который создается такими героями. Лилия Тимеева, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелково.